Билборды, вывески и баннеры уже давно стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Некоторые из них лаконичные, некоторые навязчивые. Впрочем, и те, и другие призваны привлекать тысячи взглядов. Для того, чтобы они привлекали еще и дополнительные деньги в бюджет, не так давно были внесены изменения в правила размещения наружной рекламы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никаких других оснований, как только деньги, плата. По федеральному закону предприниматели, которые побеждают на аукционе, обязаны предоставить бесплатно 5% от конструкции, от поверхностей в течение года. Эти площади займет социальная реклама, на которую часто не хватает свободных мест, поскольку 70% конструкций находятся в долгосрочной аренде. Город без сомнения нуждается в социальной рекламе. Притом, учитывая, что предполагаем увеличение поступлений в бюджет от проведения аукционов, можем рассчитывать на то, что часть этих средств будет поступать на субсидию на размещение социальной рекламы. По новым правилам, решение о размещении социалки будет принимать специальная комиссия во избежание маскировки коммерческих проектов под общественные. Обращений много. Есть действительно государственные обязательства, есть муниципальные наши организации, которые обращаются. Есть откровенно коммерческие, те, которые пытаются под видом социальной рекламы решить какие-то для себя вопросы с преференциями. Поэтому, чтобы было прозрачно, понятно, я думаю, что создание такой комиссии, оно возможно. Мы пойдем на встречу в этой части. Билборды и баннеры в который раз пытаются обязать соответствовать архитектурному облику города. Единый внешний вид рекламных конструкций будет определять дизайн-код, разрабатываемый в мэрии. На сессии Гурсовета прозвучали и предложения в части дополнительных требований к их безопасности. В настоящий момент проект дизайн-кода не содержит чертежей узлов крепления этих рекламных конструкций, не содержит никаких представлений по расчетам их безопасности. Есть просто эскизы. Нет ли все же таки опасности, что в случае, если мы не сохраняем регулирование комитетом выдачи разрешения на рекламные конструкции, что у нас, извините меня, люди будут это все вешать на скрутки и на двухсторонний скотч, и что это будет людям на голову все падать? Да, безусловно, мы обязательно включим в регламент стандартные узлы для всех конструкций. Потом, я так понимаю, что беспокойство касается крышной конструкции в основном, то есть крупномасштабных конструкций. По ним отдельно раздел сделаем в дизайн-коде. Поэтому я думаю, что мы в данном случае сделаем все для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Четыре года назад в Новосибирске пострадал молодой парень, на которого упал светофор. Как оказалось, ЧП спровоцировали рабочие, монтировавшие билборд. Светофорную стойку сбил автокран, который менял рекламную конструкцию на разделительной потравке, и никому не сообщив водитель, поставил стойку, не закрепив ее, просто поставил и уехали. Инцидент произошел на фоне масштабного прореживания, в результате которого в городе стало меньше рекламных конструкций. Так, несколько лет назад внедрялась новая форма размещения наружки. Очередные поправки касаются вопросов безопасности, внешнего облика уличной рекламы и призваны пополнить городской бюджет. Те поправки, которые были предложены, они и не бесспорные, и дискуссия яркая, жаркая была по этому поводу. Вы видели, но здесь надо понимать, что на рекламе много различных интересов. Тем не менее, мы начали это движение, думаю, что это не последние поправки по поводу рекламы. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.